Аплодисменты 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 Это некая человеческая концепция, это культура или субкультура, если хотите, это мода, это может быть что угодно, это какой-то информационный сгусток, который проникая в наше сердце, может как раковая опухоль распространяться. Мы живем, век информации нас окружает сплошная, пересыщенная информация, и мы с вами отвечаем за то, какая информация проникает в наше сердце, и какая информация в наше сердце не проникает. Мы должны фильтровать, мы не должны превращаться в мусорный контейнер, мы не должны превращаться в какую-то пепельницу, где дьявол гасит бычки, мы не должны превращаться в какую-то помойку духовную, где просто все отходы. Мы должны заботиться о том, чтобы наше сердце все-таки было чем-то определенным. Или это храм, значит в храме должны быть атрибуты, в храме должна звучать определенная информация, адекватная. Берегите закваски фарисейского. Мы должны понимать, что не все, что звучит снаружи, должно звучать в нашем сердце. Не все, о чем говорят люди, должны говорить мы. Не все, во что верят окружающие люди, должны мы в это верить. Мы должны с вами осознать, что является мерилом нашего спасения, нашего достоинства и наших интересов. Мы не же коснемся, что настроение человека и его реальные интересы – это не одно и то же. Не всегда настроение человека совпадает с его подлинными интересами. Поэтому заботиться, почему написано, больше всего хранимого – храни сердце свое, откуда источники жизни. Хранить – это значит, прежде чем пропускать какую-то информацию в свое сердце, мы должны осмыслить, она нам поможет или она нам повредит. Прежде чем подакивать кому-то, прежде чем подакивать кому-то, нужно взвесить и рационально определить, это поможет мне или это не поможет. Берегитесь закваски. Закваска – это такое понятие, что как вирус, который попадает сначала, вообще незаметно, вообще незаметно. Просто незаметно вирус попал, и потом, оказывается, идет воспаление во всем организме. Это закваска. Какая-то мысль, какое-то откровение, какая-то расхожая мысль, она незаметно падает в сердце и потом отравляет все на свете. Давайте сейчас прочитаем это место и потом порассуждаем. Марка 8, 15. Марка 8, 15. А Он, Иисус, заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждая между собою, говорили ученики, это значит, что хлебов нет у нас. Ученики всегда с полуслова понимали учителя. Учитель еще не закончил фразу, ученики уже поняли, о чем шла речь. Это мы, Господи. И сколько времени потребуется, чтобы до нас реально дошло, что Иисус Христос имел в виду. Я знаю, может быть, и это откровение. Кто-то сегодня схватит. А может быть, кто-то поймет его чуть позже. Но в любом случае главное, чтобы оно достигло цели. Давайте проанализируем этот стих. Написано. А Он заповедал им. Вообще-то это заповедь. Вообще заповедь. У нас должны быть табуированные темы. У нас в жизни должны быть границы, за которые мы не переступаем. Если нет границ, если город не имеет стен, он будет разрушен. Гуманисты заявляют, что ограничение – это покушение на права человека. Но это абсурд, потому что ограничение – это защита прав человека. Потому что вседозволенность, она все уничтожит и разрушит. Мы не можем есть все подряд, пить все подряд, делать все подряд. Это приведет нас к смерти. Что-то мы можем есть, что-то мы не можем. Поэтому, когда Господь говорит, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой, это лишь забота о нашей безопасности, о нашем спасении и о нашем достойности. Амин. В век толерантности и политкорректности мы уже искаженно воспринимаем Слово Божье. Мы должны выбросить все эти демократические фильтры и воспринимать Слово Божье в чистом виде. Если, например, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой, это не покушение на мои права и мои свободы. Как раз наоборот, это забота, чтобы мои права и мои свободы были защищены. Чтобы то, что я имею, я не потерял. Чтобы то, чем я сейчас обладаю, это не было разрушено. Понимаю я это или не понимаю. Итак, закваска – это определенная философия, которая формирует человеческое сознание. Хотите вы или не хотите. Секс до брака. Реально или нереально. Было время, когда мы об этом вообще не говорили. Вопрос этот не стоял. Потому что это считалось грех, все. Сегодня закваска этого мира проникает в сознание человека. И сегодня уже христиане дискутируют, а где написано, что секс до брака – это грех, закваска. Берегитесь закваски этого мира. Потому что философия мира, она может проникать. Вчера мы говорили, развод – это вообще грубо, это брутальный грех. К этому вообще мы не имеем никакого отношения. Сегодня, Господи Боже мой, даже великие лидеры, они рассматривают это, как на вполне реальную практику семейной жизни. О чем это говорит? Это говорит о том, что закваска этого мира, философия этого мира, стихи этого мира, они мало-помалу начинают проникать в христианское сознание. И если свет, который в нас есть тьма, то какова же тьма? А чем тогда мы отличаемся от этого мира, если нет ограничений? Если наша культура не отличается от культуры этого мира? Друзья мои, мы должны с вами сознавать этот важный постулат. Иисус говорит, мы в мире, но мы не от мира. Иисус сказал Своим ученикам, вы будете в мире, но вы должны знать, что вы не от мира. Моя сила заключается в том, что я в мире, но я не часть этой системы. Я агент Божий. Я имею миссию в этом мире. Я не стал частью этого мира. Я имею задачу изменить этот мир. Не мир должен поменять христианство. Христианство должно изменить этот мир. И до тех пор, пока христианство – это соль земли, мир будет меняться. С тех пор, как мир начинает формировать наше сознание, наши вкусы, наши традиции, соль теряет силу. А если соль потеряла силу, она уже негодна. И она не нужна никому. Иисус говорит, эту соль бросают вон на попрание людям. Друзья мои, способность остановить влияние мирской философии на территории церкви – это есть сила, которой обладает соль. Соль обладает силой до тех пор, пока она может удержать культуру этого мира. Амин. Мы в мире, но мы не от мира. В этом моя сила. Я в мире, но я не от мира. В этом мое преимущество. В этом было преимущество первоапостольской церкви. Это было преимущество Иисуса Христа и тех людей, которые приносили пробуждение. Послушайте. Что такое быть в мире, но не от мира? Корабль. Корабль, который идет по морю. Он идет по морю до тех пор, пока морской воды нету в трюмах. Вы слышите? Что такое быть в мире, но не от мира? Это значит, как большой корабль идти сквозь бури, сквозь штормы. И гарантия, что мы не потерпим крушения – это отсутствие той воды, которая снаружи, в моих внутренних трюмах. Я несложно выражаюсь? Как только... Как только вода, по которой идет корабль, попадает в трюмы, начинается крушение. И чем больше этой воды будет в трюмах, тем больше шансов этому кораблю пойти на дно. И я сегодня говорю открытым текстом, чем больше мирской культуры будет в трюмах нашей церкви, чем больше вот этих заморочек, греха, этой либеральной культуры, этой толерантности, то, что сегодня навязывается вокруг нас, чем больше мирской культуры будет в нашем сознании, тем слабее будет христианство. И не просто слабее – корабль пойдет на дно. Мы должны знать, что мы святой народ, мы праведный народ. И не все позволительно, что позволительно этому миру. Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Между прочим, речь идет о глобальных процессах. Кто такой ирод? Ирод – это президент. Кто такие фарисеи? Это религиозно-политическая партия. Другими словами, это масс-медиа. Это религиозная культура. Это общественное сознание. Общественное сознание кто-то формирует. Это то, что принято. Есть такое понятие. Принято. Принято. Вот. Не говорить об этом, а говорить об этом. Принято сегодня говорить, что демократия – это равные права. И не надо христианскую религию ставить выше буддийской религии или исламской религии. И многие начинают соглашаться и говорят, ну да, конечно. Что? Мы гордые. Не-не, мы не гордые. Мы не собираемся какую-то религию одну поднимать на другую религию. Но имя Иисуса Христа, ребята, оно заслуживает абсолютного уважения и почитания. Пусть религии между собою спорят и ссорятся, но имя Иисуса Христа, оно не заслуживает того, чтобы стоять на одном месте со всеми другими человеческими именами. Нет другого имени, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Это единственное имя Иисуса, Он один, висел на Голгофском кресте. Он единственный проливал кровь и платил цену за спасение всего человечества. Не принято говорить об Иисусе, принято говорить о Боге, но не принято говорить об Иисусе. Это кто принял эти правила? Мы не проповедуем Бога, мы проповедуем Иисуса Христа. Потому что сегодня у каждого народа свой Бог. И даже в одном народе сегодня могут быть 10, 20, 40 богов. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот в чем смысл Евангелия. Чем меньше этой воды, которая льется сегодня в масс-меде, чем меньше воды, которая льется сегодня с кафедр отступивших церквей, попадет в наши трюмы, тем долговечнее будет наше пробуждение. Да, мы фундаменталисты и готовы ссориться со всеми подряд, чтобы защитить свой корабль. Чтобы этот корабль не пошел на дно. Мы все еще грех называем грехом. Мы все еще мерзость называем мерзостью. А святость мы все еще называем святостью. Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Потому что ирод и фарисеи, они формировали религиозно-политическое общественное сознание в стране. И главное не стать заложниками этого. Амин. Знаете, почему вас, господа, вытесняют из некоторых организаций? Потому что вы нарушаете интерьер. Вы слишком натуральны. Вы вещи называете своими именами. Это невыгодно. Надо, знаете, подбирать выражения. Я недавно смотрел телевизионное шоу. CNN. Ларри Кинг приглашил пастора. Одной из огромных церквей, не буду говорить по имени. Просто миллионы смотрят это ток-шоу. Ему задают вопрос. Вот христиане утверждают, что только единственный путь ко спасению – это Иисус Христос. Это вопрос. Это вопрос был. Как вы считаете, мусульмане будут спасены или нет? В ответ. Это не моя компетенция. Я не вправе судить, кто будет спасен, кто не спасен. Один Бог это знает. Но Ларри Кинг бьет опять и говорит, подождите. Ну вот евреи или мусульмане, они не приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя. Они пойдут на небо. Или кроме Иисуса есть еще другие пути ко спасению. Он говорит, это не моя компетенция. Один Бог знает. Вот вы знаете, вот когда ты смотришь на эти вещи, и внутри возникает вопрос. А что случилось? А что случилось вообще-то с нами? А случилось то, что это морская вода? Либеральной философии, гуманизма, она сегодня пропитывает наши мозги. А что тут такого, если даже это Ларри Кинг? А что тут такого, если меня смотрят миллионы? Написано, что нет другого имени. А если я говорю, я этого не знаю, в чем тогда прикол быть христианином? Я такое вообще тогда не понимаю. Мусульмане не стесняются говорить, тот, кто не с нами, неверные. Евреи не стесняются говорить, эти все изгои, язычники, бау, они вообще никакого отношения к нам не имеют. Мы начинаем пропускать эту морскую воду, пропускать эту философию на территорию нашего христианского сознания. Вы знаете, все равно, потеряешь ты авторитет или не потеряешь. Потеряешь ты, друзья, или не потеряешь. Вопрос вообще не в том. Вопрос, Бога ты потеряешь или нет. Вот о чем идет речь. И знаете, что я понял? Я понял, что настроение народа и интересы народа – это не одно и то же. Объясню. Объясню эту вещь. Не всегда настроение народа соответствует его интересам. Смысл просвещения – объяснить человеку, в чем его подлинное благо, и открыть, что служит миру. Бог защищает наши интересы, а дьявол играет на наших чувствах. Я ввожу два понятия. Я постараюсь это все объяснить, чтобы не было сложно. Существует настроение – это сильная штука. Давайте согласимся, настроение – это штука очень сильная. Какое настроение – такие решения. Но существует, кроме настроения, понимание своих подлинных интересов. Не всегда настроение совпадает с моими подлинными интересами. Защищая настроение, я могу пойти в ущерб своим интересам. И в то же самое время, защищая свои интересы, я могу кому-то испортить настроение. А нам почему-то становится страшно испортить кому-то настроение. Так вот, честные Божьи служители идут вторым путем. Они портят всем настроение, защищая свои собственные интересы, сокрытые в Божьих откровениях. Петр и Иоанн испортили настроение кому? И Ироду, и всем фарисеям. Они говорят, об имени Иисуса вы запрещаете нам говорить? Нет. Мы будем перед Богом защищать наши интересы. Все наши интересы сокрыты в имени Иисуса Христа. Мы защищаем Иисуса, защищаем свои интересы. Мы игнорируем Иисуса, мы игнорируем свои интересы. И смотрите, послушайте, что такое берегитесь закваски фарисейской и иродовой. Знаете, это по-русски, как сказать, современным языком. Берегитесь стать жертвой глобальной профанации. Потому что сейчас на это все рассчитано. Идеологические институты работают над нашим сознанием, промывая нам мозги и объясняя. Уди со своими интересами. Какой Иисус? Берегитесь, чтобы ваше настроение не взял под контроль дьявол. Ирод. Смотрите. Иисус три с половиной года ходил по этой земле. Творил чудеса. Служил людям. Народ весь бегал за ним. Они все говорили, вот наши интересы. Дети исцеляются, бесы выходят, голодных он кормит, нищие благовестуют. Какая красота. Вот это наши интересы. И смотрите, что дальше происходит. Дальше. Объяснили этому народу, что на самом-то деле он нарушает закон Моисея. И что-то там объяснили. Вот это и есть зло. Закваска фарисейская и закваска Иродова. Вчера они кричали, асана. А сегодня, на день Пасхи, когда вывели Иисуса и вывели Вараву, эта толпа безмозглая, она кричит, распни его. Понимаете, настроение народа не всегда совпадает с его подлинными интересами. Вы знаете, Бог защищает интересы, дьявол играет на настроении. Настроение – штука сильная. Я слежу за своим настроением, и для меня важно, кто рождает это настроение. Я понимаю, оно меняется. Не все, не всегда мое настроение совпадает с моими интересами. Но зрелость веры, зрелость нашей веры заключается в том, чтобы привести в полную гармонию и соответствие мои интересы и мое настроение. Знаете почему? Потому что решение, которое человек принимает в эмоциональном ракурсе – это роковое решение. Ты тоже можешь свою жизнь вспомнить, когда ты со взвинченными нервами, когда кто-то тебе накрутил, кто тебя дезориентировал, ты забыл об интересах, ты просто в своих чувствах, как последний, я не знаю кто, кричишь, распни. Кого распять? Кто тебя исцелял, кто спасал, кто благословлял, кто пришел ради тебя. И ты на эмоциональном уровне становишься убийцей своей собственной судьбы, а значит своих собственных интересов. Отвергнув Иисуса, Израиль отверг свои собственные интересы. И в сороковом году их интересы, они были уничтожены и их сравняли с землею. Иисус говорил, Иерусалим, Иерусалим, почему ты позволяешь, чтобы на твоих нервах играл Ирод? Нет у нас царя, кроме кесаря. И кто это говорит? Это говорят фарисеи, которые живут не так, как надо, а как выгодно. Вы попросили и говорите, у вас больше нет царя, кроме кесаря, будет вам кесарь. И кесарь пришел, и младенцев разбивал о камни, и женщин насиловал, и храм поджигал, и ничего не оставил. Когда наши настроения идут в конфликт с нашими интересами, мы погубим собственную судьбу. Мы все эмоциональны, мы все люди душевные. Мы все легко заводимся. Эмоциональность – это неплохая черта нашего характера. Но мы должны знать, кто управляет нашими эмоциями. И кто нашим настроением руководит. Я тоже знаю, что отчасти, когда поднимаются бури, когда Илья вчера был на горе Кармел, а потом Изавель его погнала в пустыню своими угрозами, испортила его настроение. Он убежал в пустыню, и он лежал под можжевелым кустом. Настроения было никакое. Он просил смерти и говорил, Господь, я не хочу жить, потому что все разрушено, все отступили, мои души ищут. Скажите, пожалуйста, Господь работает над нашим настроением или нет? Господь работает над нашими интересами. Вопреки нашему настроению. А мы, сентиментальные люди, мы о своем настроении говорим гораздо чаще, чем о своих собственных интересах. И в этом наша слабость. Душевные гадости приведут нас к проклятию. Но духовные вещи, духовные откровения, они защитят и приведут нас ко спасению. Я еще раз говорю, не всегда настроение человека совпадает с его подлинными интересами. И человек сам решает, погубит ли ему собственные интересы в угоду мимолетного настроения, или все-таки пойти вопреки этому настроению и защитить свою судьбу, которая сокрыта в имени Иисуса Христа. Это слово для взрослых. Дети живут настроением. Взрослые люди живут рационально. Эмоциональные решения и решения рациональные – это не одно и то же. Как понимать? Петр, который любил Иисуса. Петр, который обожал Иисуса. Петр, который говорил Иисус, «Если даже все отрекутся от тебя, я никогда». И вот он пришел в этот двор Анны и Каяфы. И когда к нему подходит женщина, служанка, без угроз, никто ему пистолет не держал здесь. Просто говоря, и ты был с ним. Он отрекается. Он просто отрекается. И говорит, я никогда в жизни не знал. Он начал клясться и божиться. И говорит, в жизни никогда я не знал этого человека. Настроение рождает чудовищные решения. Настроение рождает чудовищные решения. И на настроении, на наших чувствах играет дьявол. То это страхи и ужасы. То это гордость. Но, друзья мои, зрелость заключается в знании своих интересов и в их абсолютной защите. И я знаю, что Бог не сантиментальничает насчет нашего настроения. Бог никому не собирается поднимать настроение. Бог всегда укажет на свои откровения, на имя Иисуса Христа. И Он тебе скажет, если твое настроение не зависит от моих откровений, твое настроение погубит тебя. И когда мы приходим сюда, нам хочется повеселее, нам хочется что-то... Поймите, задача Божьих служителей не поднимать настроение людям, а еще раз акцентировать внимание на главных, базовых откровениях, которые представляют для каждого человека интересы жизни. Защитишь это откровение, будет настроение. Ну и что это, что настроение было? Погуляли. Как в том анекдоте. Целовались, веселились, подсчитали, прослезились. Вот тебе все настроение. Как американцы говорят, pay now, play later. Или наоборот, play now, pay later. Играй сейчас, заплатишь позже. Или плати сейчас, играть будешь позже. Так многие вот и играют в начале, а потом всю жизнь платят. И платят по-дорогому. И вот этот Петр, любя Иисуса, зная, что это его главный интерес в жизни, что Иисус, да ясное дело, куда еще идти, ты имеешь глаголы вечной жизни, тупо стоит и отрекается. Кто-то играет на наших эмоциях. Кто-то формирует наше настроение. Берегись оказаться человеком эмоциональным, который идет вопреки своим жизненным интересам. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Что такое лицемерие? Это когда ты говоришь одно, а чувствуешь другое. Это лицемерие, это некий вид, шизофрении, раздвоенности внутри. Как это объяснить иначе? Если Петр, который любил Иисуса, он отрекается от Иисуса. Если ты защищаешь эмоции, ты нанесешь ущерб своим базовым откровениям жизни. И наоборот, если ты защищаешь откровения, ты нанесешь ущерб настроению, может быть, стиснув зубы пройдешь, но запомните, Бог защищает наши интересы, а дьявол играет на наших нервах. Поэтому никогда, берегись закваски фарисейской, это значит, никогда не позволь дьяволу играть на твоих эмоциях. Давайте посмотрим теперь непосредственно, что есть закваска Иродова. Мы с вами осознали, что эмоциональные решения, вопреки интересам нашей жизни, это роковые решения, которые будут стоить нам большой-большой цены. Смотрите, когда израильский народ пришел к обитованной земле, интересы израильского народа заключались в том, что, выйдя из Египта, они должны будут войти в обитованную землю. Обитованная земля – это были главные интересы. Чего ради мы шли столько лет через пустыню. Но что такое эмоции? Это такая сильная штука. Что такое настроение? Это такая сильная штука. И когда они пришли, соглядатые вернулись и говорят, ребята, там вообще ловить нечего, там великаны, они нас сожрут. И представляете, все начали плакать. Настроение. Почему мы приходим сюда, друзья, в церковь? Да для того, чтобы аннулировать, ликвидировать и нейтрализовать то настроение, которого мы набрались в этом мире. Разочарование, без... Все, ловить нечего, ропот, бунт, проклятие. Мы приходим сюда, обновляя наши ценности, обновляя откровения, говоря, Бог на нашей стороне. И мы, все эти настроения, панические, настроения, разочарования, мы это все выветриваем свежим ветром нашего драгоценного Святого Духа. Поэтому выдохни всякую горечь и скажи, я знаю, Искупитель мой жив, и ты, дьявол, не будешь играть на моих чувствах, ты не будешь играть на моих нервах, я не буду защищать свое мимолетное настроение, я буду защищать откровения Божьи. И никакая закваска фарисейская и закваска Иродова, она не проникнет в мое сознание во имя Иисуса Христа. Закваска. Царство Небесное подобно закваске, которую женщина бросила в три меры муки. Если уж какая закваска, пусть заквашивает мое естество, так это закваска Царства Божьего. Это откровение, мой Бог все сможет. Это мода, это культура, это образ жизни. Недавно звонила моя дочка, Настя, она сейчас в Москве, попала на молодежное служение в Церковь Слово Жизни. Она с таким восторгом. Говорит, папа, я такая счастливая, я такого никогда не видел. Огромный зал, полторы тысячи молодежи. Полный зал забит, стильные все, современные, образованные. Какой-то был музыкальный конкурс. И говорит, там настолько, если молитва, все молятся. Если говорят Иисус, на слово Иисус, реакция просто бомбовая, там все взрываются. Это закваска. Закваска, это не то, что ты вот сюда складываешь. Закваска, это то, что ты вот сюда складываешь. Вы понимаете, закваска говорит не о мозгах, закваска говорит о сердце. Если ты зацепил сердце, ты зацепил человека, его личность, его сущность. Где рождается вера? В мозгах? В сердце. Где рождается суеверие? В мозгах? В сердце. Мы духовные кардиологи. И вопрос сегодня стоит, кто вперед доберется до твоего сердца, тот и будет управлять твоей жизнью. Если не Божий служитель, то обязательно отступники, которые будут говорить, да нет, эти великаны нас сожрут, да что, все отступничества, церквей в Москве нету, все плохо, все сдохло, это вот дьявол хочет тебе доказать, что все сдохло, а Господь говорит, Господь царствует. И церковь, которую он строит, она будет побеждать дьявола. И самое интересное, к чему я говорю, чем дышат наши сыновья и дочери? Что сегодня в моде у молодежи нашей церкви? Что сегодня доминирует в интересах наших детей? Культура царства Божьего, закваска царства Божьего или закваска этого мира? Нам необходимо заквасить своих детей закваской царства Божьего, чтобы стильно было молиться на языках, чтобы модно было проповедовать Евангелие, чтобы было круто, если я веду ячейку, а не просто пришел, возле стенки постоял, бла-бла, потом в клуб пошел, потом в церковь пошел. Это не стильно, это не модно. И когда кто-то говорит, ай, вы в клуб не ходите, вы типа религиозники устаревшие, это тоже закваска. Это тоже философия этого мира. Вы знаете, в клуб не ходить, это не религиозно, а вести двойную жизнь, когда ты ходишь в церковь, а потом ходишь в клуб, вот это тупо, глупо и религиозно. Двум господам служить невозможно. Просто музыку слушать в клубе, это тупо дома слушать. Но туда тянет людей, людей тянет в клуб не музыку слушать, а грех, запах греха. И мы должны быть честными, и мы должны понимать, какая мода сегодня присутствует и доминирует в церкви. Еще раз повторяю, чем больше этой воды, морской воды, будет в трюмах корабля, тем быстрее этот корабль пойдет на дно. Безопасность корабля заключается в абсолютной герметизации. Мы в мире, но мы не от мира. Мы идем по этим волнам, но волны не заходят в наши трюмы. Амин! Мы среди греховных людей, но грех не входит в наши сердца. В этом наша сила. Берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Так вот, дальше она рассказывает. После того, когда уже закончился конкурс, такие красивые парни танцуют, поют, музыкальные группы выступают одна за другой. Ну, просто блеск, просто блеск, кандидаты на новую волну. После этого, говорит, Яник поверил своим глазам. Выходит на сцену Пригожин. Это муж Валерии, он известный продюсер. И он выразил такое восхищение, говорит, Ребята, как много здесь света, как много добра здесь, как много здесь талантов и творческих групп. Он заключил контракт с двумя христианскими творческими группами и говорит, Я буду продюсировать вас. Вот что такое закваска Царства Божьего. Мы тут орвемся, куда-то попасть, все, нужно создать такую воронку, чтобы известные продюсеры сюда приходили и говорили, Обалдеть! Давайте мы будем работать с вами! Аллелуя! Какая культура сегодня доминирует в сознании нашей молодежи? Если ты будешь прежде всего искать Царство Божьего, и правды Его, все остальное приложится. И продюсеры, и промоутеры, и реклама, и каналы, все необходимо. А когда не поймешь, ни христианин, ни мирской, в мире, как-то неловко чувствуешь, ты не куришь, ориентация не та, одеваешься не та, да еще тебя зафиксировали на экране, блин, ни Богу свечка, ни черту кочерга, ну, или кочергой стань, бриллиантовая, или свечкой стань такой, ну, чем-то одним. Друзья, берегите закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Не надо быть полумирским, ведь грешники же не говорят, я полухристианин. Они же не стесняются, говорят, что я сто процентов гей, я сто процентов, вот этот вот рокер, весь там в наколках, я не говорю про Бентли, нашего брата, не поймешь, какой-то мутант, Дух Святой сказал сделать наколки. Для того, чтобы приобрести, ну, зачем это делать? Я же не могу сейчас черным цветом лицо выкрасить, сказать, я буду под мадабуку косячить. Кому нужна это внешнее, вот это попугайничание? Это закваска фарисейская. Амин? Если у тебя нет помазания, наколки тебе не помогут. А если бы наколки помогали, я бы весь в наколках был сегодня. И в майке. Ищите Господа. Иначе пойдете в ад. Или голос из ада, значит, не приходите сюда. Ну, знаете, если бы в тату, в наколках был какой-нибудь прикол, в смысле, спасение, да Боже, мы могли бы использовать все на свете. Но нельзя, друзья, лицемерить. Будь ты тем, кем ты есть. Если бы даже, если даже бы для спасения людей помогали эти иконы, да у меня бы, знаете, самые помазанные, слезоточивые, которые из помазания, это, я бы этими иконами обвесил все стены, и вы бы к концу служения были помазаны. Помазанные. Ну, если бы это помогало. Ну, согласитесь, это же, это же театр. Потому что настоящие, настоящие грешники, которые знают, что это за наколки, подают, скажут, а ты что это, попугай? Ты что это делаешь? Ну, это так, чтобы спасать. Друзья, не надо затачивать себя под ложные стандарты. Будь ты тем, кем ты есть на самом деле. Если Бог дает тебе авторитет, за тобой придут продюсеры и скажут, эй, слышите, как Давид, ну, давайте быть реалистами. Давид нигде не напрашивался. Он не участвовал в минуте славы. Он не участвовал в новой волне. Он где-то там на этих, на, по долинам и по взгорьям. Помните, он там бегал за овцами и на свиреле играл. Вообще неизвестно, инкогнито. И когда сказали, что у Саула там, короче, у него крыша съехала и злой дух его, на него нападает, он говорит, надо какого-то нормального мальчика найти, такого, который бы играл. Классно. А тебе говорят, мы знаем, мы знаем такого. Где он? Там. И пришли на поля и на взгорье. И сказали, слушай, тебя приглашают в царский дворец. Если Бог дает авторитет, вот никто другой тебе не даст. А если Бог тебе не дает авторитета, ну ты хоть, ну, хоть шнурки лежи, хоть ноги лежи, хоть выше лежи, что хочешь, лежи, лежать будешь и все. и ничего не поможет. Аминь. Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его и все остальное приложится вам. Вы получаете откровение сегодня? Аллилуйя! Аллилуйя! И последняя, последняя иллюстрация, друзья, закваска Иродова. Хотел бы акцент сделать и потом уже буду заканчивать. Ну, получаете откровение? Аминь! Наши корабли безопасны до тех пор, пока в наших трюмах нет морской воды. Церковь до тех пор сильна, что здесь не превалирует культура этого мира. Аминь! Что здесь не модно то, что модно в этом мире. Здесь культура Царства Божьего. Аминь! Мы в мире, но не от мира. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие и берегите закваски Иродовой. Что такое закваска Иродова? Давайте посмотрим. Итак, Марка, 6 глава. С 12 читаем. Марка, 6, 12. Об учениках, которых Иисус послал, проповедовать они пошли и проповедовали покаяние. Изгоняли многих бесов, многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Другие говорили, нет, это Илья, а иные говорили, это пророк или один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, нет, ребята, я знаю, кто это, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ирод, когда я читаю об этом, мое сердце обливается кровью. Когда Иисус послал своих учеников, и вокруг пробуждение захлестнуло, города, один город за другим, ученики Иисуса ходили, проповедовали Евангелие, это были крусейды исцеления, эта молва просто летала с одного города в другой, молва разносилась, и все говорили, пробуждение, 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 Иисус послал учеников, и когда эта новость достигла Ирода, Ирод, мне кажется, он сказал это с горечью, мне кажется, его глаза были полны слез, он сказал, я знаю, кто это, я знаю, кто это, это Иоанн Креститель, которого я обезглавил, это он воскрес из мертвых, отсюда нетрудно сделать вывод, что делает закваска Иродова, она обезглавит пробуждение, она обезглавит церковь, она обезглавит любое служение, вы представляете, человек, который ценил, который уважал, который берег, который защищал Иоанна, и по своей сути Иоанн был его первым психологом, Иоанн был духовным наставником Ирода, он не был изувером, это тот Ирод, который убивал младенцев, это был мерзавец, но это был другой, давайте прочитаем о нем, и поймем, что интересы Ирода пошли в конфликт с его настроением, и кто-то его настроением конкретно управлял, манипулировал и добился своего, может он не стал убийцей, но палачом стал, это не одно и то же, берегите закваски фарисейской и закваски Иродовой, чтобы не стать заложником профанации, следите за своим настроением, и смотрите, какова была вся история, потом проанализируем, ибо этот Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней, ибо Иоанн говорил Ироду, не должен тебе иметь жену брата твоего, Иродиада же злобясь на него, желала убить его, но не могла, и так, Ирод женился неправильно, за это Иоанн упрекал его публично и говорил, это грех, рыба гниет с головы, поэтому семейное положение президента должно быть образцовым, причем, Ирод на это отреагировал с пониманием, но женщина, а Иродиада была-то изовель Нового Завета, она затаила злобу на него и говорит, я тебя убью, я добьюсь этого, я найду момент, чтобы уничтожить тебя, и представляете, в то время, когда Иродиада вынашивает коварные планы, как убить этого проповедника Иоанна, сам Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, это катастрофа, в одной семье, жена хочет убить Иоанна, муж бережет его, Ирод был порядочный человек, давайте прочитаем этот стих до конца, во-первых, он знал, что Иоанн праведник, и что даже его упреки имеют под собою логические аргументы, мне кажется, Иродиада затащила этого Ирода, знаете, человек с большими погонами, мы думаем, о, посмотри, какой солидный, он может быть сильный политик, но слабый мужчина, в чем заключается слабость мужчины, в том, что во имя ложного, хрупкого мира, он приносит в жертву свои собственные интересы, что Ирод не знал, он знал, что Иисус праведник, что он человек Божий, и он его берег, дальше, послушайте, его отношение к Иоанну строилось очень уважительно, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его, то есть, представляете себе, какие были отношения у Ирода с Иоанном, они встречались, Ирод советовался и говорил, слушай, а как ты думаешь, это лучше вот так, с воинами, помните, когда воины пришли к Иоанну и говорили, что нам делать, бросать оружие, не, 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 справедливо действовать, мытари пришли, он говорит, мытарям, вот так и так, то есть, практически, Иоанн был главный консультант для Ирода и для всей его команды, и представляете, и чем больше Иродиада видела, как ее муж уважает, ценит, слушает, повинуется Иоанну, тем больше ее разбирало зло. Господи, берегитесь закваски Иродовой, это прежде всего, знаете, о чем? Женитесь правильно. Мужики, смотрите, чтобы никакая женщина не затащила вас в тот брак, который Бог не благословляет. Он стал подкаблучником, конченным, царь, у которого армия, царь, у которого министерство, деньги, спецслужбы, царь, который, захватывая территории соседних государств, он оказался слабым. И его эта жена, Иродиада, она его так вела. И знаете, в чем коварство заключалось? Коварство заключалось в том, что, вынашивая планы, Иродиада думала, я убью Иоанна. Казалось бы, ну, ну, что тебе? Ну, что тебе? Подошли пару каких-то там маджахедов на крещение? Да утопи, Иоанна. Ну, пока Иоанн крестил, и раз его кто-то под водой, все. Не, Иродиада говорит, я устрою показательную смерть. Это не будет банальное от разрыва сердца, от разрывной пули снайпер. Я это сделаю так, чтобы ты, мой муженек, ты, который говорит, что я люблю Ирода, ты вот своими собственными руками его убьешь. вот что дьявол делает. Сыграть на настроении, чтобы человек против своих интересов принял роковое решение. Вы знаете, что слышно в этой фразе? Это Иоанн, которого я обезглавил. Это он воскрес из мертвых. В этих, в этой фразе слышится горечь несостоявшегося мужчины. в этих словах слышно слышен крик виновного человека. В этой фразе слышно какая-то слабая надежда. Он воскреснет из мертвых. И когда Иоанн воскреснет из мертвых, я встречусь с ним, я скажу, старина, извини, я оказался просто дураком. Это не моя воля, я тебя не хотел убивать, я же тебя ценю, я же тебя люблю, я тебя слушаю. Я оказался жертвой этой авантюры. Так хотел, так хотел Иоанн, Ирод, встретиться с Иоанном. Так хотел, чтобы он воскрес из мертвых. Так хотел встретиться с ним, чтобы все поменять. Но Иоанн не воскрес из мертвых. И отсюда вывод. Мы должны беречься, чтобы нас кто-то не одурачил, чтобы нас кто-то не провел вокруг своего пальца, чтобы мы не принесли в жертву свои собственные интересы. В чем здесь драма и катастрофа? Ладно, убивать тех, кого ты ненавидишь, это пустяк, но убивать того, кого ты бережешь, с чьим мнением ты считаешься, когда ты знаешь, что это праведный человек, когда ты знаешь, что это святой человек, и ты становишься его невольным палачом, потому что кто-то одурачил тебя. Вот это настоящая катастрофа, берегитесь закваски иродовой, чтобы не уничтожить свои собственные интересы своей собственной рукой. И смотрите, это драма, Иродиада хочет его убить, Ирод хочет спасти, Ирод хочет спасти. И вот события развиваются драматически. 21-й настал удобный день, когда у Ирода был день рождения. Вы знаете, этот сюжет достоин голливудских экранов, это сюжет, который заслуживает подмостков самых престижных мировых театров и опер. Это на самом деле трагедия, которая не оставит равнодушным ни мужчин, ни женщин. Настал удобный день. День рождения Ирода. И в чем коварство этой завели заключалось? Я устрою тебе, я отомщу тебе за то, что этот человек раскрыл мою наготу, за то, что он обличил меня. Дух Иезавелия это то, что всегда уничтожало пророков. Даже тот Ахав, вы помните, это как будто параллели старого и нового завета. Кровожадный дух. Настал день рождения. И сделал он пир вельможен своим тысяченачальником старейшинам. Дочь Иродиада вошла, плясала, угодила Ироду и возлежащим с ним. Ирод сказал девице, проси у меня, чего хочешь, дам тебе и клялся, чего не попросишь у меня, даже до половины моего царства. вышла и спросила у матери своей, что просить. Та отвечала голову Иоанна Крестителя. Берегите закваски Иродовой. Защищайте свои интересы, защищайте Божьих служителей, защищайте ту церковь, в которой вы нашли свое спасение. Берегитесь закваски, берегитесь этой профанации. Представляете, и когда был день рождения, торжественный момент, таких счастливых дней у Ирода было не так много. Когда я говорю сейчас об этом, вы знаете, глубокое сожаление, глубокое сожаление в сердце, потому что таких мужчин сегодня не одна тысяча, мужчины классные, прекрасные, любящие, знающие, но безвольные и слабые. Компромисс. Представляете, счастливый день. дочь Иродиады танцует, какая красота, как здорово, всем понравилось, аплодисменты, пожалуйста. И он говорит, я, девочка, тебе до половины царства, а там, проси, что тебе дать, острова, яхты, бизнес, что хочешь, пожалуйста, бриллианты, сокровища. До половины царства пришла девочка к матери Иродиада. это мой день. Не нужно мне до половины царства. Я эту половину и так возьму. И она совершила бартер. Вы можете себе представить, голова одного праведника стоит половину царства. Высоко ценят голову праведника. И, представляешь, все радуются и Иродиада говорит, не надо мне полцарства. Вот на этом блюде, пусть сейчас же, вот сейчас же, в разгар этого праздника, пусть принесут голову Иоанна Крестителя. Эта девушка подходит к ложу царскому, вельможи пьют, веселятся. Эта девушка пронзительным голосом говорит, я готова назвать свой приз. Правда, он будет кровавый. Я хочу, чтобы прямо сейчас на блюде принесли голову Иоанна Крестителя. И прочитайте следующий стих. Прочитайте следующий стих. 26-й царь опечалился. Это был удар ниже пояса. Это был злобный коварный удар. Ирод попался. Все слышали, как он клялся. И представляете себя, этот удобный день, торжественный праздник, может быть, самый счастливый праздник, превратился в траурный день. Против своей воли, против своих интересов, против своего уважения, и против своей любви к Иану. Он подписывает этот страшный указ, отдает приказ оруженосцу. Говорит, что я обещал сделать? Вот в чем коварство дьявола, чтобы друзья убивали друзей, чтобы братья убивали братьев, чтобы служители убивали служителей, а он будет в стороне. Берегитесь закваски Иродовой, чтобы никто из нас не оказался невольным палачом своего ближнего праведника, который готовит путь Господу. Храни нас, Бог, чтобы внутри нас была святость, честность и праведность. И вот через несколько времени заходит оруженосец в эту камеру. Иоанн уже знал, чем все это пахнет. Роковой удар, голова праведника слетела с плахи, ее положили на блюдо, кровь вытекала, может еще парилась. И вот с этим страшным призом, с этим страшным подарком, слуги заходят в этот зал, песни закончились, радость закончилась. Мне кажется, Ирод плакал, потому что это невозможно выразить словами ту боль, ту скорбь, ту трагедию, которую пришлось Ироду пережить. И написано, что и вот девица принесла этот оруженосец, принес этот поднос, отдал дочери Иродиады, дочь эту голову принесла своей матери Иродиада, положила перед собой этот поднос и сказал, ну что, допроповедовался, что, доигрался, я тебе сразу говорила, все, я победила, все, ты больше никогда не скажешь ни одного слова, песенка спета. но Иродиада Иродиады, об этом Ирод услышал, он говорил, это Иоанн, которого я обезглавил, как я бы хотел, чтобы он воскрес из мертвых. Я хочу исправить эту ошибку, я хочу остановить, я не хочу в угоду ложному хрупкому миру приносить в жертву свои собственные интересы в лице этого человека. Друзья мои, убийцей была Иродиада, палачом был Ирод. Кто из них более виновен? Между прочим, Иисус не сказал, берегитесь закваски Иродиады, Он сказал, берегитесь закваски Иродовой. Кому много дано, с того много спросится. И когда Бог сотворил Адама, Он сказал, Адам, ты должен защищать этот Едемский сад. Друзья мои, давайте защищать наших женщин, давайте молиться о наших женах, давайте молиться о том, чтобы в наших домах никогда не произошло ничего подобное этому. Пусть наши женщины знают Господа, пусть муж и жена вместе поклоняются одному Богу ценя и уважая то, что ценит и уважает Бог. Амин. Давайте закроем глаза и помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, приведи в полное соответствие наши цели и наше настроение. Я благословляю сейчас каждый дом, я благословляю каждого мужчину, я благословляю каждую женщину, и я прошу Тебя, пусть в наши дома возвращается мудрость, пусть в наши дома возвращается любовь, я прошу, защити нас от роковых эмоциональных решений, я прошу Тебя, пусть никто из нас не станет жертвой провокаций, жертвой каких-то афер, я прошу Тебя, помоги нам бодрствовать, помоги нам знать Тебя лично, помоги нам быть водимыми Духом Святым. Защити нас от закваски иродовой, которая обезглавливает церковь, защити нас от закваски иродовой, которая обезглавит церковь и служение. Господь, Ты наша глава, и мы хотим повиноваться Тебе. Прости, Господь, нас за всякие компромиссы, прости нас, Господь, за всякие роковые ошибки, прости нас за всякие эмоциональные решения, которые приносили трагедию в нашу судьбу. Кей, курма, кетало, Монбайя, мы благословляем всех женщин в новом поколении, мы благословляем их сердца, благословляем наших матерей, наших жен, пусть они будут святыми и праведными, как Деворы, пусть они будут святыми и праведными, Как Анна Пусть они будут святыми и праведными Как Елизавета И как Мария Я прошу Тебя Защити нас От всяких трагедий Защити нас, Господь От роковых ошибок Пусть никто из нас Никогда не станет жертвой Пусть никто из нас Никогда не станет палачом Пусть наши дома наполнятся радостью Торжеством Пусть наши дома наполнятся мудростью И мы сегодня заявляем, что я и дома Мы будем служить Господу Наши дети будут служить Господу Наши жены будут служить Господу Защити нас От всякой закваски фарисейских Защити нас от всякой закваски ирода Господь, мы хотим иметь закваску Царства Божьего Во имя Иисуса Христа Давайте вместе помолимся и скажем Отец Во имя Иисуса Христа Я благодарю Тебя за это слово Драгоценный Дух Святой Проверь мое сердце Испытай меня, Боже И зри Не на опасном ли я пути И направь меня на путь вечный Если закваска фарисейская Или закваска ирода Попадает в мое сердце Я прошу Тебя Во имя Иисуса Очисти меня От всякого коварства Очисти меня От всякого лицемерия Очисти меня Во имя Иисуса И создай мое сердце чистым Пусть руки мои будут чисты Пусть сознание мое будет чисто Пусть из моего чрева Текут реки воды живой Благодарю Тебя Дух Святой Благодарю Тебя За то, что Ты наводишь порядок В моем сердце В моем сознании И пусть Твое слово Станет моей плотью Пусть Твои откровения Формируют Мое сознание Я благодарю Тебя за учение Которое звучит И утверждает Царство Божие Пусть никогда Пусть никогда Стихи этого мира Не ворвутся В мое сердце И мой корабль И моя вера Пусть никогда Не потерпят Крушение Я благодарю Тебя Я поклоняюсь Тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Аллилуйя Никогда Не позвольте Дьяволу Играть на Ваших Настроениях Позвольте Богу Защитить Ваши Интересы В имени Иисуса Христа Никогда Нельзя Чувства Превозносить Над Откровениями Чувства Приходят И уходят Эмоции Приходят И уходят А Слово Божие Остается Неизменным Во веки Веков Я еще раз Хочу Чтобы В наших Домах Была радость Единство Гармония Чтобы И Мужья И жены Служили Господу Чтобы дети Служили Господу И чтобы Никогда Не оказались Жертвой Какого-то Обольщения Потому что В последнее время Атаки Будут Учащаться А нам Благо Приближаться Господу И слава Богу Что когда Звучит Его Слово И наше Настроение И наши Ощущения Меняются Будьте Благословены И воздайте Господу Славу Алалю Потрясающее Слово Подарите Больше Аплодисментов Богу Подарите Аплодисменты Пастору За это Сильное Слово Возьмите Диск Пусть это Будет Настольным Диском Вашем Доме Потому что Это Слово Которое Действительно Будет Созидать Каждый Дом Каждую Семью Это Сильное Слово Сегодня Было Пророческое Слово Пастор Огромное Спасибо Пусть Бог Поможет Нам Наши Семьи Создавать Действительно Сильными Ни На Компромисс Дьяволом Мы Должны Знать Нашу Цель Мы Должны Знать Наше Призвание Мы Должны Знать Откровение Которое Бог Поручил Нам Нести На протяжении Всей Нашей Жизни И пусть Никто Никто Не помешает Тебе Совершить Все Что Ты Начал Огромное Спасибо Пастору За это Слово Я даже Не знаю Как Мне Перейти К Объявлениям После Такого Слова Я просто Потрясен Такое Мощное Слово Пожалуйста Не расходитесь Дорогие Будет Еще Некоторое Объявление Сегодня У нас Еще Будет Поздравление С днем Рождения Юбиляров Которые Были В феврале Месяце Хочу Напомнить За Анкеты Которые Мы Раздавали В среду И Сегодня Мы Хотим Все-таки Закончить Базу Данных Нашей Церкви Поэтому Кто Не Получил Анкету Члена Церкви Пожалуйста Можете Взять Сейчас У Службы Порядка Заполните И сдайте Ее В офис Или На Вахте Оставьте Или Отдайте Оскару Мы Должны Полностью Сделать Чтобы Мы Знали О каждом Человеке Кто Находится Членом Нашей Церкви Также Мы Продолжаем Объявлять Делать Это Объявление Которое В нашей Церкви Будет Консультация Профессиональная Консультация Где Вы Можете Встретиться С Известными Вам Людьми Таких Как Айна Круклы Она Будет Консультировать По Социальным Вопросам Инта Фелдмане Будет Консультировать По Пенсиям Законодательство Адаптация Насилия В семье Ая Мельникова По Строительстве Инга Энитане Трудовые Вопросы И Виктор Яркин Юридические Вопросы И Еще Некоторые Люди Также Будут Консультировать Поэтому Дорогие Вы можете Позвонив По телефону Запишите Пожалуйста 67440535 Можете Записаться К Какому-то Из этих Людей По Вашему Вопросу Что Вас Интересует Если Юридический Вопрос Вас Секретар Запишет К Юристу Если По Строительству По Строительству Если По Социальным Вопросам По Пенсиям Секретар Вас Запишет Назначит На определенное Время Где Вы Можете Встретиться И Решить Все Ваши Проблемы Амин Спасибо За Внимание Поэтому Я могу Напомнить Еще раз Телефон 67 440535 67 67 440535 Оскар Да Еще Там Анкеты Я вижу Просит Тебя Да Хочу Напомнить Что В среду В среду Будет Праздничное Служение На котором Будет Поздравление Нашего Пастора Алексея Ледяя С днем Рождения Будет Потрясающий Концерт Уже Наши Левиты Готовят Даже Дети Готовят Сегодня Вообще Был Праздничный День Правда Подарите Богу Славу Просто Все Настолько В кассу Выступление Детей Расплавило Наши Сердца Как Молодежь Говорила И Здесь Слово От Бога Который Действительно Созидает Нас И в среду Я приглашаю Всю Церковь Вы можете Здесь Присутствовать Наслаждаться Прекрасным Концертом Также Вы слышали Что У нас Будет Артист Особого Жанра Классно Будет Я вам Серьезно Говорю Я сегодня Увидел Он Одну Истину Расскажу Он взял Меня Денежку Вот так Показал Ее Сложил Ее В четыре Прийти И Не Стало В руке А потом Достает С кармана Так раз Достает Я не понял Думаю Как это Так Но Это Мелочь То что Будет В среду Здесь Это Будет Сильно Там Такие Номера Там Я не буду Расскрывать Все тайны Но Вы Увидите То Кто Хочет Побыть Здесь И Увидеть То Придете Сюда Амин Так 13 марта В 11.00 Суббота Ирлова 7 Чтение Слова Божьего Еврейское служение 14 марта В 14.30 То же самое Ирлова 7 Вечность Еврейское служение Добро пожаловать Скайдрита Трошка Ответственно Поэтому Приходите Это будет Потрясающее Служение Шаббатное Служение В субботу И воскресенье Второе Служение Сейчас У нас будет Сегодня Второе служение Для пенсионеров Поэтому Пенсионеры Если вы здесь есть Помашите мне рукой Сегодня Будет вам Второе служение Здесь вы можете Оставаться В 14.30 Будет вам Служить Наши Пасторы Наши священники Наши помощники Будут служить вам И я думаю Что вы Будете довольны Этим служением Я помню Прошлое служение Было классное У вас Мы сидели Там с пастором Встречались И слышали Какое помазанное Было служение Поэтому Сегодня вас ждет Что-то подобное А может даже больше Поэтому Добро пожаловать Всем пенсионерам На второе служение Мы спускаемся вниз Но дайте За внимание За внимание За ваше присутствие Потому что Не было бы вас Не было бы столько Помазания Пастор бы говорил К стульям пустым А так как вы пришли Вы впитывали Это каждое слово И пусть Бог Благословит вас Каждого в отдельности Возьмите диск И Несколько раз Еще прослушайте их И сейчас Я хочу пригласить Всех Кого было День рождения В феврале Месяцы Добро пожаловать сюда Мы вас поздравим Мы благословим вас И В добрый путь Дальше будем служить Богу